Добрый день, меня зовут Андрей, я менеджер по системам бронирования и автоматизации компании IP-MATIC. И сегодня я вам расскажу о нашем новом бренде, новом вендоре в портфеле нашей компании. Это системы бронирования DoorTablet. Прежде чем рассказывать подробности и нюансы, я вам расскажу чуть-чуть о проблеме, с которой приходится сталкиваться многим компаниям, большим, крупным или даже небольшим компаниям в момент роста. Одна из проблем – это неэффективное использование переговорных комнат и конференц-залов. Ну, всем известно, что переговорные – это лицо компании. Переговорные используют дорогая аппаратура, дорогая мебель, дорогая система ВКС, проектор, моторизированные жалюзи, освещение, кондиционирование. В общем, по прикидкам наших партнеров, организовать переговорную комнату на 15-20 участников – это примерно в среднем стоит 30 тысяч долларов. В среднем по больнице, ну, это, в принципе, такая ощутимая сумма для бизнеса. Но, с другой стороны, есть мировая статистика, что 40% времени переговорные не используются вообще никак. Это еще было до ковида, эта статистика была собрана еще до эпидемии. Часто бывает так, что вот компания инвестировала деньги, построила переговорные комнаты, но они не могут быть все время заняты, они часто не используются. Но при этом в них могут проводиться какие-то незапланированные встречи, какие-то незапланированные собрания. Люди там пришли просто поговорить, поболтать, выпить чаю, выпить кофе. И когда нужно провести настоящие переговоры, да, то есть проблема просто-напросто не помещение занято. И у руководителя компании может складываться ощущение, что переговорных не хватает и нужно строить новые переговорные. В общем, бизнес приходит к тому, что надо сделать систему бронирования переговорной четкой, прозрачной, понятной, стабильной. Ну, другая проблема – это неэффективное использование рабочих площадей. В общем, многие компании с этой проблемой столкнулись в период эпидемии ковида в прошлом летом, когда мы видели пустые офисы, пустые рабочие места, все были, все сотрудники ушли на удаленку. Но даже в период до эпидемии есть точно такая же статистика, как и по переговорным комнатам. 40% рабочих мест простаивает, используется просто потому, что люди уходят в отпуска, просто потому, что люди на больничном, люди в командировке, сотрудники командировки на обучении. И даже до ковида 40% рабочих мест обычно в компании не используются. Ну, после наступления ковида это значение дошло до 80-90%. В общем, в многих компаниях ковид, эпидемия ковида стала катализатором перехода на гибридную модель использования офиса. То есть в этой концепции вы можете сократить количество рабочих мест, сократить площадь офиса, то есть можно сэкономить деньги на арендное плате. И другой концепт, который очень популярен в Европе, это освободившиеся площади, освободившиеся места использовать для создания комфортного пространства для людей. Это какие-то различные тренажерные залы, это комнаты релаксации и так далее. Общий мировой тренд идет к тому, что все офисы в скором времени станут гибридными. То есть люди могут работать, сотрудники могут работать из дома, но когда нужно провести какое-то офлайн совещание, какой-то бизнес-кейс обсудить, бронируются рабочие места и группа собирается в офисе. И все эти проблемы эффективно решает система бронирования помещений и рабочих мест DoorTablet. Теперь давайте немножко расскажу про саму компанию DoorTablet. Компания DoorTablet включает в себя группу профессиональных программистов из Великобритании, которые разрабатывают специализированный софт для бронирования помещений и бронирования рабочих мест. То есть компания узкоспециализированная, она сфокусирована на одном направлении. Это значит, что вы можете рассчитывать на то, что продукт доработанный, качественный, отвечает большинству требований заказчика. На экране вы видите фотографию президента компании, он же основателя и президента компании Average Road, он же является техническим директором компании. Я бы назвал его таким играющим тренером, потому что он общается с партнерами, он проводит обучение, сам активно участвует в доработке и разработке продукта программного. На экране вы видите проекты. В Европе компания уже давно и в Европе уже реализовала много красивых, ярких проектов по бронированию помещений. Дистрибуторский договор мы подписали с DoorTablet недавно, но у нас уже сейчас есть около 30 проектов, с которыми мы активно работаем. И я думаю, что очень скоро данный список пополнят российские компании. Сегодня я рассказываю о софтверных решениях, программе, но надо сказать, что софт без железа деньги на ветер. Надо несколько слов сказать о том же лезть, о тех компьютерах, о том оборудовании, на котором данный софт работает. Ну, собственно, я это не секрет, не открою вам тайны. Я скажу, что первоначально наша компания подписала дистрибуторский договор еще в прошлом году с мировым лидером по производству панельных мини-компьютеров компании Кьюбик. И DoorTablet это как раз вот программный продукт, который находится в экосистеме Кьюбик. То есть это продукт, который очень хорошо и корректно работает с компьютерами Кьюбик. Ну, скажем так, компьютеры Кьюбик выполняли роль референсного дизайна. То есть вот изначально ПО разрабатывалось именно под Кьюбик. Поэтому на наших компьютерах ПО DoorTablet работает оптимальным образом, никаких проблем у вас не возникнет. И также программное обеспечение DoorTablet реализует все дополнительные функции, которые есть в компьютерах Кьюбик. Такие как, допустим, чек-ин на основе AirFit-карты вашего пропуска или, например, работу с сенсором или управление замками. То есть те функции, которые есть в Кьюбике, они полностью поддерживаются в приложении DoorTablet. Меня часто спрашивают, можно ли использовать другие какие-нибудь на андроиде устройства. В принципе, таких жестких ограничений нет, но я обычно говорю, что надо тестировать. Мы не гарантируем, что все будет корректно, правильно отображаться, что все будет корректно показываться, что не будет картинка разъезжаться, что не будут шрифты друг на друга наезжать. К тому же я всегда говорю нашим партнерам, что мы рекомендуем использовать профессиональные компьютеры, потому что они рассчитаны на долгую работу. У них высокая наработка на отказ, у них нет батареек, но они получают питание Попоя, подключаются в локальную сеть, получают питание Попоя, но они рассчитаны на большое время непрерывной работы. Также у профессиональных компьютеров есть в наборе, всегда есть набор креплений, веса к стене, их можно удобно закрепить на стене, на любой поверхности. И, ну, что важно, если мы говорим про профессиональные компьютеры, у них есть возможность удаленного управления, у них есть возможность поставить необходимое приложение в автозагрузку и реализовать режим киоска. Это значит, что простым пользователям не будет доступно переключение приложений, простые пользователи не смогут зайти в меню Android и что-нибудь там испортить, сломать. При включении будет запускаться приложение DoorTablet и ничего изменить настройки простым пользователям не получится. Если мы говорим про бронирование переговорных комнат, то в индустрии принято, что для бронирования помещений используются почтовые календари. Ну, обычно так вот уже многие люди привыкли бронировать переговорную у себя в своей почтовой программе, в своем Outlook. Это удобно, это правильно. Поэтому, если мы выбираем систему бронирования, то мы обычно выбираем ту систему, которая работает с нашим почтовым календарем. И вот вы видите четыре почтовых календаря, которые поддерживают системы DoorTablet. Это Microsoft Exchange, самый распространенный во всем мире. Microsoft 365, Google G Suite и также есть поддержка сервера IBM Domino. Ну, у них разное применение. Вот IBM Domino часто используются крупными заказчиками, банками, страховыми компаниями. Вот именно пользователи этого сервера – это, как правило, заказчики, у которых есть финансовые возможности, которые хотят построить себе такую вот систему управления бронированием. Есть два подхода. Есть подход к системам бронирования, две реализации. Есть первая реализация on-premise и облачная реализация. В данный момент мы поставляем программное обеспечение DoorTablet только on-premise. Оно работает на отдельном вашем выделенном виртуальном либо реальном сервере. Требования к серверу вы видите на слайде. Требования небольшие. Windows 10, 8 гигабайт оперативной памяти, 100 гигабайт свободного жесткого пространства на жестком диске. В общем, данный вариант, он оптимален для компаний, где строгие требования безопасности, где требуется гибкая интеграция с инженерными системами предприятия. Ну, наверное, из недостатков решением on-premise может быть высокая начальная стоимость данного проекта. Именно поэтому в данный момент сейчас ведутся разработки и к концу года DoorTablet обещает запустить более недорогую версию, это версию так называемой soft as a service SaaS модель. Это вариант использования системы бронирования по подписке, сервер по подписке. То есть вам не нужно держать свой сервер, вы просто арендуете ресурсы у сервис-провайдера по подписке. Но в данный момент данная функция, мы ее ждем, она позволит снизить порог входа и она будет интересна небольшим компаниям, которые хотят реализовать систему бронирования, но у них нет возможности держать у себя свой отдельный сервер под это. Ну, одним из таких существенных преимуществ системы DoorTablet это гибкие возможности по кастомизации интерфейса. Ну, во-первых, вы можете, вот это вы видите на экране, вы можете выбрать один из стандартных интерфейсов отображения, которые показываются на данном слайде, да, то есть, давайте я вам покажу, как это выглядит в административном интерфейсе. 22 стандартных интерфейса визуализации уже есть. Но если у вашего заказчика есть высокие требования к кастомизации, если заказчик хочет, чтобы были какие-то свои шрифты, свои типы шрифтов, свой фирменный стиль, свои цвета, свои фоновые рисунки, логотипы, то это все легко можно кастомизировать и доработать. Но для этого нужна доработка не сложная, вам нужно, чтобы был у вас в компании веб-дизайнер, которая умеет работать с CSS в административном интерфейсе. Вы видите, есть ссылка на файл CSS, который можно изменять и можно использовать ваш собственный стиль. Ну, также вы видите здесь вот на правом экране, с правой стороны слайда, вы видите настройки, для которые можно, опять же, внутри стандартного стиля изменять. Например, можно добавить аналоговые часы, в которых можно, например, изменить цвета, циферблата, стрелок и так далее. Ну, вот примерно так выглядит стандартный дизайн из коробки, в котором не было никаких изменений. Обычно с левой стороны, если мы говорим про бронирование переговорных, обычно с левой стороны на планшете вы видите расписание встреч, текущее время, текущая дата. Справа наверху вы видите то собрание, которое проводится в переговорной в данный момент. Слева внизу вы видите дополнительные кнопки. Это возможность забронировать другую переговорную, либо вызвать какую-то помощь, чай, кофе, попросить воду, либо попросить какую-нибудь поддержку, помочь, помощь в настройке ВКС, помощь в настройке проектора, помощь в настройке кондиционирования и так далее. Справа внизу, кстати, вы видите там, где иконки, похожие на людей, это как раз вот количество. Это размеры данной переговорной комнаты, сколько людей она изначально рассчитана и сколько сотрудников присутствует на собрании. Интерфейс у DoorTablet полностью русифицированный, то есть русский язык, если говорить про интерфейс пользователя, понятное дело, что администратора оставили английский, но там смысла большого его русифицировать нет, потому что администраторам, системам, как ни странно, проще понять необычно на английском, но для пользователей интерфейс полностью русифицирован. Причем русифицирован нашими инженерами, русифицирован хорошо, это не Google Translate. Еще такая важная функция, которая есть у DoorTablet, это ряд мероприятий для противодействия эпидемии ковид. Если необходимо, вы можете настроить такие вещи, как напоминание о том, что нужно обработать руки антисептиком во время чек-ина. Вот второе, вы можете попросить уборку. Вы можете задать интервалы уборки помещения, реализовать уборку по расписанию, либо по требованию. Вы можете из интерфейса попросить помощь, попросить убраться, обработать стол антисептиком. Ну и третье – это подробная аналитика, о которой мы в конце поговорим. То есть можно посмотреть, какие собрания проводились, кто был организатор. А по аналитике можно сделать вывод о том, насколько активно данная переговорная использовалась и насколько часто ее убирали и так далее. Вот следующая тема, которая сейчас интересует многие организации в связи с ковидом – это бронирование рабочих мест. То, что вот мы называем и есть гибридный офис. Для этого DoorTablet разработал специальный программный модуль DeskWare. Данная система, что важно, не требует синхронизации с почтовым календарем. То есть если мы говорим про бронирование переговорных, нам нужно по-любому синхронизироваться с почтовым календарем, то если мы говорим про бронирование рабочих мест, то это не обязательно делать. В общем, на фотографиях вы видите красивые, маленькие, круглые мини-компьютеры Cubic TD-0350, которые устанавливаются на столах бронируемых. А под столами, если вы внимательно посмотрите, маленькие черненькие – это сенсоры присутствия человека на рабочем месте. А при этом яркий светодиодный индикатор показывает статус рабочего места – свободное оно или занято. Если занято, то кем занято? Система DeskWare позволяет бронировать рабочие места на виртуальном плане этажа. При этом, что удобно, система позволяет быстро загрузить список пользователей либо через CSV-импорт, то есть, либо через создать таблицу в Excel и загрузить ее в систему, либо через Active Directory. И для разных пользователей вы можете создавать разные права. Во-первых, есть обычные пользователи. Обычный пользователь может забронировать только одно рабочее место на определенное время. Причем, ему можно прописать права, администратору может создать права на каком этаже, то есть, есть понятие страна, город, кампус, здание и этаж. То есть, вы можете прописать доступ в определенное здание на определенном этаже для каждого конкретного сотрудника. А второй тип пользователя – это руководитель отдела, тим-лидер, который может управлять своим бронированием, а также он может управлять бронированием, бронировать места для своих подчиненных, либо разбронировать. То есть, он может бронировать большое количество мест. Также у тим-лидера есть функциональность – он может себе ставить закрепленные рабочие места, которые всегда будут забронированы за ним, всегда будут закреплены только за ним. Ну и самое высокое – это в иерархии системы Deskware – это администратор, который может бронировать любые места, разбронировать, снимать брони, перебронировать любые места за всех пользователей, за себя и за всех пользователей. Бронирование рабочих мест, как правило, осуществляется через веб-портал и, заходя в веб-портал, пользователи могут видеть разные режимы визуализации. Да, что, кстати, что удобно – система Deskware позволяет загружать, либо синхронизировать через Active Directory иконки, аватарки и при этом, наблюдая в всем интерфейсе на виртуальном плане офиса, вы видите маленькие фотографии людей и вы можете видеть, кто, и это наглядно и красиво видно, кто данное рабочее место сегодня забронировал. Ну, а поскольку бронировать можно не на целый день, а можно бронировать на какое-то время определенное, то в течение рабочего дня на одном и том же месте могут сидеть разные сотрудники, поэтому иногда удобнее использовать режим визуализации в виде горизонтальной диаграммы, вот такой вот слева. То есть, вы видите, кто на этом месте сидит до обеда и кто на этом месте сидит после обеда. И, соответственно, вы можете на определенный интервал времени данное рабочее место забронировать. Другая возможность интересная, да, которая есть у DoorDebt – это возможность бронировать с киоска или возможность бронировать с большого телевизора. Лицензия называется Interactive Wayfinder, то есть, вы можете вывести план офиса на большой, этажа на большой телевизор, который можете повесить рядом с ресепшем. И если данный телевизор поддерживает тачскрин, вы можете забронировать on-hawk прямо сейчас, проходя мимо, можете найти свободное место и сразу же его забронировать. Функция Wayfinder, она может отображаться по-разному. То есть, можно отображать план офиса, можно отображать вот такую вот горизонтальную диаграмму, которая показывает, какие места на какое время забронированы. Иногда, когда мест много, либо когда помещений много, удобнее бывает использовать режим отображения табло-аэропорт, когда просто мелким шрифтом, списком в две-три колонки отображается, кто забронировал и на какое время. Смотрите, еще одна очень важная и полезная функция, уникальная функция, которая есть у системы DoorTablet. Я просто занимаюсь уже два года системой бронирования, и первый раз я, ну вот эта вот функция реально уникальная в других системах и этого не встречал. Это то, что Wayfinder интерактивный. Если в системе используются сенсоры присутствия, а кстати я вам говорил, да, что DoorTablet отлично может работать с сенсорами кубик, то вы можете в реальном времени на интерфейсе Wayfinder видеть, кто присутствует на рабочем месте, а кто не присутствует на рабочем месте. Кто пришел, кто вышел покурить, это или не знаю там, или ушел на обед, или ушел помыть руки, то есть можете видеть, присутствует сотрудник на рабочем месте в данный момент или не присутствует. И это отображается не с задержкой, а это отображается в реальном времени. То есть вы можете телевизор повесить напротив ресепшн, напротив секретаря, и секретарь всегда сможет увидеть и найти нужного сотрудника. И, кстати, в том случае, ну то есть в идеале надо на каждое рабочее место поставить панельный компьютер TD 0350 и сенсор. Опять же сенсоры, они помимо того, что могут участвовать, да, в работе интерактивного Wayfinder, они могут использоваться для чекина. Ну чекин, возможно, либо на основе PIN-кода, либо на основе RFID-карты, либо на основе сенсора присутствия. Также сенсоры могут использоваться для аналитики. И это тоже очень важно, собирать информацию, статистику использования офиса. И бывает так, что как бы использовать тональный компьютер на каждом рабочем месте, это слишком дорого. Также бывает так, что бывают проекты, где не нужно бронировать рабочие места, но хозяин компании хочет смотреть аналитику. Ему нужна только аналитика присутствия сотрудников на рабочих местах и ему, допустим, нужна функция интерактивного Wayfinder смотреть на рабочем месте сейчас сотрудник или не на рабочем месте. В этом случае можно сэкономить. В этом случае можно использовать специальные хабы Qubik AC 210, которым можно подключать сенсоры без использования мини-компьютеров. Это сильно удешевляет проект. И также у DoorTablet есть специальная лицензия, которая позволяет использовать функцию интерактивного Wayfinder без бронирования. То есть вы можете в реальном времени посмотреть, кто где находится, собрать необходимую аналитику, если, допустим, бронирование вам не нужно. И вот как раз мы подходим к теме аналитики. Вообще для чего эта тема, она как бы дает ответ на вопрос, который мы подали в начале. Сколько нам нужно знать, хозяину компании интересно знать и понимать, насколько эффективно используется офис. Хватает ли переговорных комнат? Нужно ли расширяться или не нужно расширяться? Нужно ли устанавливать дополнительные рабочие места или не нужно? Насколько интенсивно используется офис. И данную информацию позволяет собирать модуль аналитики. Ну, модуль аналитики, может, в него сохраняются все действия пользователей, которые производятся, а также показания сенсора. Ну, если сенсоров нет, то аналитика строится на основе бронирований и чек-инов. То есть человек пришел на работу, прошел чек-ин, он подтвердил, что он пришел на работу, да, и может целый день курить, там, обедать, гулять по офису, слоняться. Если есть сенсоры, то сенсоры позволяют точную собрать аналитику. Можно до минуты посмотреть то, сколько времени проводят на работе. Аналитика может быть как на основе либо помещений переговорного, переговорные, либо на основе рабочего места. То есть, привязываясь, вы можете по каждому конкретному рабочему месту посмотреть, сколько дней в неделе, сколько часов данное рабочее место используется. Либо, может быть, на основе действий пользователей. Вы можете посмотреть, сколько пользователь время провел в офисе, какие переговорные он бронировал, какие места он бронировал и так далее. Смотрите, модуль аналитики работает в двух режимах. Вариант номер один. Вы можете подключить Google Аналитику, то есть система поддерживает синхронизацию с Google Аналитикой. Тогда у вас будут сразу из коробки красивые графики, диаграммы. То есть, если вы привыкли работать с Google Аналитикой, то это, наверное, оптимальный вариант. Также Аналитика может выгружаться в виде таблиц и CSV-файлов, которые вы можете потом сами в Excel обработать и вытащить необходимые события, которые нужны конкретно вам. То есть, некоторым компаниям удобно использовать стандартную готовую аналитику, а некоторым компаниям удобнее экспортировать CSV и вытаскивать именно те параметры, которые нужны им. Вот типичный вариант, если у вас используется переговорная комната с сенсорами присутствия, то вы можете посмотреть, сколько было запланировано встреч, сколько было проведено встреч за какой-то отчетный период времени, за неделю, например, или за день. А также можете посмотреть, сколько у вас было незапланированных встреч. Это когда кто-то по-тихому пришел и провел переговоры, и никаким образом это не отмечено в системе бронирования. Ну, сами понимаете, последние незапланированные встречи можно только на основе, за кустичку можно собрать только если у вас есть сенсоры. Если сенсоров нет, то все встречи будут запланированы. Вы о незапланированных встречах просто не узнаете. Сейчас я хочу немножко рассказать про состав лицензии, как правильно данный продукт программный собрать, как правильно его приобрести. Я уже вам говорил, что есть софтвер, есть хардвер. В качестве хардвер мы рекомендуем использовать панельные компьютеры Кьюбик. У системы нет жесткого ограничения, то есть вы можете купить систему бронирования, допустим, рабочих мест и не использовать компьютеры панельные. Вы можете отключить чек-ин, например, и просто бронировать рабочие места на веб-портале. Чек-ин будет производиться автоматически и, например, просто пронумеровать места, приклеить наклейки и просто внутри своей компании договориться, что это стол номер один, это стол номер два. Но обычно все-таки есть какая-то весомая часть проекта, это хардвер, есть софтвер. Вот сейчас я говорю про софт. Вам нужно выбрать правильный сервер, тип сервера. Либо enterprise сервер, либо standard сервер. Это в зависимости от масштабных компаний. Если 10 и более переговорных, то надо приобретать enterprise сервер. Также enterprise сервер позволяет поддерживать резервирование, мастер-бэкап. То есть вы можете поставить основной и запасной, и если основной сервер умрет, то система продолжит работать через запасной сервер. И для небольших компаний оставляется лицензия standard сервер, она стоит в два раза дешевле. И в принципе есть возможность дозаказать апгрейд. То есть можно отдельно приобрести стандарт сервер и апгрейд его до enterprise. Там в сумме получается немножко дороже, чем если бы сразу купить enterprise, но в принципе это удобно для тех компаний, которые растут и развиваются. Второй момент. Вам нужно определиться с количеством бронируемых объектов. Сколько у вас будет переговорных комнат? Ну переговорных комнат, конференц-залов, учебных аудиторий, каких-нибудь huddle space. Это все считается помещением. И для помещения необходимо покупать лицензию DT-RMO. Причем сама политика DT-RMO в том, что лицензия покупается именно на бронируемое помещение. Сколько вы к этой лицензии подключите панельных компьютеров, непринципиально. Это может быть какой-нибудь огромный конференц-зал, у которого может быть много входов разных. Вы можете поставить много панельных компьютеров на входах в этот конференц-зал разных. И они все будут синхронизированы. Они все будут отобрать одну и ту же информацию. Значит, одна лицензия вам нужна. И также, если вы используете систему Deskware, вам необходимо приобретать лицензию DSKO для бронирования рабочих мест. Опять же, эту лицензию нужно покупать, если вам нужно именно бронируемое рабочее место. Потому что есть отдельная лицензия, она существенно дешевле стоит. Вы можете добавить рабочее место в систему и сделать небронируемое рабочее место для аналитики и для сбора информации с сенсоров. Ну и также есть некоторые дополнительные аксессуары, которые мы обычно рекомендуем покупать. Ну, первое, это если вы используете сенсоры и вы хотите сделать чек-ин на основе сенсоров. Также, если вы хотите видеть в реальном времени, кто находится на рабочем месте, кто не находится на рабочем месте, вам нужно покупать дополнительную лицензию OEM C+. Ну и последнее, мы настоятельно рекомендуем хотя бы один Wayfinder включить. Это очень удобная функция. Вы можете вывести на расписание встреч на большой телевизор. Можете бронировать, если телевизор поддерживает тач-скрин. И вы можете в реальном времени видеть, что происходит в вашем офисе. Под конец презентации я хотел сказать всех вас пригласить. Все, кто из вас будет в Москве, заходите к нам в Greenwood Park, к нам в наш доморум, где представлены разные системы бронирования, в том числе и системы DoorTablet. Вы можете посмотреть, вы можете попробовать реализовать ваш сценарий. Вы можете поиграться, посмотреть, настроить систему под ваши требования. Приводите вашего заказчика, приходите к нам в гости. И сайт регистрация. Для того, чтобы попасть к нам в Demo.ru, надо зарегистрироваться и пройти регистрацию простую на сайте demo.ipmatica.ru. Спасибо огромное за внимание. Прежде чем перейти ко второй части, я хотел провести небольшую демонстрацию веб-интерфейса. Я хотел бы услышать ваши вопросы. Есть ли какие-нибудь ко мне вопросы по системам бронирования? Напишите, пожалуйста, их в чате. Либо можете их написать в вопросах. Ну что ж, раз нет вопросов, давайте перейдем к демонстрации нашей системы, нашего демо-сервера. Для этого сейчас я расшарю наш экран. И вам сейчас покажу типовой вид сервера DoorTablet. Вот так выглядит сервер DoorTablet. И вы можете посмотреть основные настройки. В основном системном профиле вы выбираете тип сервера, на нашем случае Microsoft 365, и настраиваете подключение к нему. Вот в этой вкладке вы можете настроить RFID, можете настроить подключение Google Аналитики. Что удобно, то что вы можете посмотреть вот здесь, во вкладке Spaces, вы можете посмотреть рабочие места и посмотреть устройства. Вот в данный момент у нас сейчас в системе DoorTablet подключены три переговорные комнаты. Шоурум, изумрудный зал и большая переговорная. Я вот сейчас веду вебинар из изумрудного зала. Вот здесь, видите, показан язык русский интерфейса. И вот здесь очень полезная функция в DoorTablet. Можно посмотреть визуализацию. Если мы нажмем на эту кнопку, мы увидим то, что сейчас отображается на экране панельного компьютера Qubik. Как вы видите, данный зал сейчас, данная переговорная сейчас занята. Освободится через 17 минут. Но, допустим, вы можете из интерфейса данного панельного компьютера зайти в кнопочку «Другое» и выбрать любую другую свободную переговорную. Вот, например, вы можете выбрать большую переговорную. Она сейчас свободна, она будет занята в 13.30. Мы можем вот здесь вот щелкнуть, забронировать помещение и выбрать большую переговорную. Вот так бронирование осуществляется с панельного компьютера, который висит при входе в переговорную и называется бронирование on-hawk. То есть проходил мимо, увидел свободную переговорную, подошел и тут же ее забронировать. Ну, допустим, на 30 минут и, допустим, три участника забронировать. В общем, поскольку требуется синхронизация с сервером, то в данном случае это занимает несколько секунд. Сейчас оно синхронизируется и у нас появится отметка о том, что данная комната забронирована. Вот, вы можете посмотреть интерфейс большой, переговорный. Вот, видите, она уже забронировалась. Да, вы видите, что она уже забронирована. Так, я вижу, поступили вопросы, что за иконки с оборудованием интерфейса можно ли их добавлять? Так, очень хороший вопрос. Спасибо, Михаил, за вопрос. Дело в том, что когда мы выбираем вот на такой вот горизонтальной диаграмме какую-то переговорную, мы можем посмотреть, какие дополнительные функции есть в данной переговорной. В данной переговорной есть проектор, есть доска, есть телевизор, есть камера. То есть мы можем посмотреть, какие функциональные возможности есть в данной переговорной в виде таких вот значков. И это все настраивается в профиле. Мы можем зайти в наш дашборд вот сюда. Можем зайти в... Беремся, по-моему, это вот здесь. В спейсах постраивается. Можем зайти вот в эту вот большую, допустим, переговорную. И здесь, по-моему, вот в этом вот пункте можно настроить, какие дополнительные функции есть в данной переговорной комнате. Видите, то есть здесь есть видеоконференция ВКС, проектор, доска и большой телевизор, большой монитор. Ну, если нужно, мы можем добавить, допустим, аудиоконференцию и кондиционер. И подтвердить. Вот если все в порядке, должно было у нас появиться. Давайте посмотрим. Да, видите, появился кондиционер и появилась аудиоконференция системы. А также давайте я вам покажу. Мы можем сюда вернуться. Тут есть такая кнопочка, как помощь. То есть вы можете выбрать какую-то дополнительную функцию, которая вам нужна. Допустим, вы хотите, чтобы вам принесли какие-нибудь закуски, либо чтобы здесь провели уборку, либо нужна какая-то помощь с кондиционером, с проектором, с освещением. Можете выбрать, допустим, проблемы с освещением. И нажать «Ок». И ваш запрос отправлен, то есть в данный момент, в службу, допустим, нашему запозу, которая отвечает за освещение. Было отправлено письмо о том, что в данный момент мы просим развести уборку. Так, давайте еще посмотрю вопросы, которые есть у нас. Какое ПО для Wi-Finder и на чем оно работает? Ну, в принципе, Wi-Finder – это отдельное API-приложение. Он работает на Android. То есть вам нужно либо использовать мини-ПК, который подключается к телевизору. Мы рекомендуем мини-ПК Крюбик FHD100. Вот с этим компьютером точно все работает, стабильно, хорошо, проверено. Либо вы можете использовать смарт-ТВ, умный телевизор на Android, но мы надо тестировать, мы не гарантируем, что точно будет работать. Вот с нашим мини-ПК Крюбик точно будет работать. Наверное, если вы закладываете в проект, то лучше закладывать сразу мини-ПК Крюбик, который подключен к телевизору по HDMI. Следующий вопрос. Есть ли API у DoorTable? Скажем так, она есть, но требуется подписание NDA. И если вы разработчик, если вы интегратор, не занимаетесь интеграцией какого-то сложного проекта, где требуются какие-то специальные доработки, то можно подписать NDA. Пожалуйста. И мы доступ к API предоставим. Пожалуйста, со мной свяжитесь после вебинара, напишите мне, я вам вышлю форму стандартную. Есть ли интеграция с программами для управления гостиницами? Затрудняюсь ответить, с какими именно программами. Пожалуйста, уточните, если есть возможность. Фиделью. Давайте этот вопрос я запишу и выясню у вендора, и потом позднее с вами свяжусь и вам информацию предоставлю. Но то, что так вот сходу мы видим, опять же, если мы вернемся в наш дашборд, систем профайл, мы видим здесь вот те системы, которые я вижу. Интеграции с календарем, по крайней мере, здесь Фиделю я не вижу. Но возможно, где-то такая интеграция уже была применена. Я выясню вендоры и вам отдельно напишу. А что касается кейсов с каворкингами, знаете, какая ситуация? Значит, в принципе, вот компьютеры Кьюбик, это хардверная часть, на которой работает DoorTablet, очень часто используются для каворкинга. И есть много готовых каворкинговых систем, так вот сходу назову, например, Кабот, которые умеют работать с компьютерами Кьюбик. Но конкретно система DoorTablet, это скорее все-таки система для бронирования. Для офисов у нее нету модуля, нету биллинга, нету необходимые точные аналитики, рекламы, маркетинга и так далее. То, что есть обычно в системах для каворкинга. Поэтому как полноценную каворкинговую систему в данный момент использовать DoorTablet скорее всего не получится. Но, с другой стороны, если у вас есть задача по организации каворкингового пространства, опять же, свяжитесь со мной после вебинара, потому что в библиотеке приложений и программных продуктов, которые работают с компьютерами Кьюбик, есть в том числе много программ для каворкинга. И, возможно, мы сможем каким-то образом подобрать для вас наиболее подходящее приложение. Какие-нибудь еще есть вопросы? Ну, смотрите, если вопросов нет, то предлагаю завершить. Всем огромное спасибо за внимание. Запись вебинара будет доступна на YouTube, на канале Айфематика. И мои контакты видите на экране. Пишите, обращайтесь. Всем большое спасибо. До свидания. Хорошего дня.